Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами студия я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители. Традиционно напоминаю, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Мы ждем ваших звонков, мы готовы разговаривать на любые волнующие вас темы и отвечать по возможности на вопросы, исходя из наших компетенций. Исходя из наших компетенций, исходя из наших каких-то возможностей, хотя нынешняя наша очень сложная ситуация действительно для всех является кризисной, критической, вызовом таким. И для помогающих специалистов, психологов, психотерапевтов, всех не буду перечислять. Это ситуация тоже критическая, кризисная даже в том числе и в плане проверки того инструментария, может быть, я сейчас техническим языком скажу, которым владеют специалисты на прочность, на применимость. То есть насколько те методики, хотя в первую очередь не методики помогают, а люди помогают, которые владеют какими-то техниками, методиками, каким-то пониманием. Но поскольку люди в первую очередь поражаются кризисом или поражаются какими-то эмоциональными вопросами, то, в общем, проверяются на прочности сами специалисты. Вот. И это ситуация, где действительно людям, которые обращаются за психологической, психотерапевтической помощью, а сейчас этих обращений намного больше, я думаю, что в этом логику какую-то особую искать не надо, ее видно, эту логику, да, она очевидная какая-то. Вот. И действительно количество тревожных расстройств, количество депрессивных расстройств именно такого психогенного характера, где они возникают не по биологическим причинам, не потому, что у человека что-то там, да, наследственное или что-то генетическое. Что-то органическое, да, то есть изменения в органе. Ну, они не обязательно в органе, да. То есть вот те расстройства, которые сейчас появляются, они, конечно, носят вот такой в основном отпечаток социокультурный. И этих переживаний, этих расстройств намного больше становится. Вот. Поэтому, Елена, ваша фраза о том, что, ну вот, да, попробуем как-то откликнуться. Это и для нас, и для нашей передачи определенный вызов, что ли, или определенная новая реальность, потому что мы с Еленой несколько раз всерьез обсуждали, о чем сейчас нужно говорить или как нужно сейчас говорить, да, и о чем, и как. И мы ждем ваших звонков, если они есть. Мы попробуем как-то этот разговор продолжить или начать, если это будет что-то новое для нас. Пока мы ждем какого-то взаимодействия с нашей аудиторией, чем вы как специалист, как психотерапевт жили вот прошедшие две недели с нашего прошлого прямого эфира? Ну, у меня была пауза. Я был рад этой паузе. Это относительный такой перерыв в приеме. Но это время, когда можно было обдумать, что я делаю, что происходит. Это специалистам, наверное, разных профессий, ну, по крайней мере, мне приходится это делать, и это важно, да, что происходит. И вот это вот, вот эти мысли, которые я сейчас уже высказал, мысли о том, как мы помогаем, как мы сейчас можем помогать, да, хватит ли наших сил, то есть мы, ну, я на рабочем месте, я знаю, что мои коллеги на рабочих местах, они никуда не делись, они продолжают прием, но количество необходимых консультаций, запросов, их большое количество, их очень много, да, и вопрос, как мы будем справляться. И в этом смысле, я думаю, что важным таким откликом, ну, мы сами себе этот отклик находим в том, что сейчас психологи, психотерапевты, ну, все больше дают интервью, выступают, записывают какие-то свои ролики для того, чтобы, ну, какие-то хотя бы простые вещи попробовать обозначить, простые важные вещи. Алексей, перебью, у нас звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, как вас зовут? Меня зовут Евгений. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Здравствуйте, Сергей Михайлович. У меня вопрос в следующем порядке. Ну, понятно, за тревожное время, тем более, что одно за другим у нас накатывается, и противостояние в позиции к лечению, возможности прививаться, не прививаться по поводу ковида, теперь у нас немножко другие обстоятельства, более может быть какие-то воинственные, редкие, естественно, это называется, более воинственное настроение, более тревожное, более яркие, более насыщенные событиями и позициями в отношении происходящего. Хочу услышать практические советы, которые могли бы настроить себя на правильную, скажем так, более-менее, понятно, что идеально правильная модель поведения существует, но модель поведения, которая бы позволяла сохранить, строить себя, то есть свое более-менее состояние, психологическое состояние не травмировать своих близких, не травмировать своих друзей, не вносить в это дело какие-то противоположности семейной жизни, может быть, потому что такие кучи зяных случаются, и лично, слава богу, не сталкиваются, но, по крайней мере, на то же время. Вот, что правильно, как действовать, отстаивать свою точку зрения, независимо от того, правильно, не правильно, понятно, что у каждого свое представление, вот, принять такой-то нейтралитет, или, ну вот, что делать. – Спасибо за вопрос. А, Евгений, а какие-то, ну, какие-то находки свои уже наверняка у вас есть, да, и как-то вы это, может быть, обсудили уже, то есть я хочу таким образом, таким вопросом спросить, нам нужно прям с чистого листа какие-то новые методики, новое поведение какое-то, или нам что-то нужно к чему-то добавить? Вот у вас какое ощущение? У нас катастрофически сейчас нет ресурсов для того, чтобы, ну, сохранять себя, или нужно что-то к этому добавить? – Да нет, почему? Ресурсов вполне достаточно, я думаю, что у нас на вот принципе, почему способен перенести, в принципе, сейчас и перерешение. Вопрос только в том, ну, зачастую сталкиваешься, по крайней мере, на работе, в общении с друзьями, в общении с коллегами, в общении с родственниками, возникают две геометрально противоположные точки зрения. Понятно, что каждый из нас считает, что она правильная, другой, скорее всего, не приемлемый, не тот спор, в котором рождается истина. Вот, ну, я, допустим, выбрал для себя позицию, что накапливаю, накапливаю, тем более, что еще немного информации, в которой сделать собственные выводы, может быть, и медилиста. Вот, какой-то там радикальной точки зрения не принимать, до более-менее ясности какой-то. Ну, есть люди, которые яростно отстаивают за, а есть люди, которые яростно отстаивают против. Есть люди, которые вообще предпочитают мне доказывать в моей точки зрения. Какая вот из этих четырех моделей, грубо говоря, правильная. Угу. Спасибо. Спасибо вам за вопрос, Евгений. Попробуем что-то сейчас. Я, наверное, готов поразмышлять. Вот, мне было важно то время, пока вы произносили вопрос, то есть его можно было произнести коротко, «Ну, а что делать в текущей ситуации?» Но вот я сейчас поймал себя на мысли, что пока Евгений говорил, это помогало мне размышлять. То есть, ну, за мной не было необходимости ответа, то есть мне не поставили перед фактом «отвечай», да? Мне пришлось бы, наверное, сидеть и думать. А вот пока… Я думаю, что это одна из стратегий, может быть, вот то, что сейчас Евгений сказал, ну, дать себе, давать себе какую-то паузу. Ну, и сейчас попробуем формировать, я сам себе удивлен в текущей ситуации, потому что у меня с советами обычно сложно. У меня советы всегда, они мне видятся очень индивидуализированными. Но вот, мне кажется, сегодня есть, что по этому поводу сказать. Поэтому спасибо за вопрос. Если… Ну, мне кажется, вот вы озвучили одну стратегию, это вот взять паузу, да, как вы сейчас взяли. Мне кажется, вторая стратегия – это когда Евгений у нас спрашивает, ну, по сути, а как у вас, да, как вы существуете вот в этой теме такой неоднозначной. Я к чему? Что вот если встречаются два человека, и они прежде чем, не знаю, приступать к дискуссии, там, к спорам, ну, могут же, наверное, обсудить, вот давай обговорим границы, да, и как мы будем вот с нашими противоположными точками зрения быть, а то, может быть, если у нас совсем, вот мы не можем в конфликте существовать, может быть, нам и не ступать на эту территорию. Ну, такая у меня немножко фантазия, вот, как мне кажется, отличающаяся от тех вот четырех вариантов, которые Евгений уже озвучил. Я вот думаю о чем, Елен. Я думаю, что для меня достаточно очевидно, что у нас сейчас есть тема, которая не поляризована, которая нас не разделяет. Я сейчас попробую об этой теме сказать. И, может быть, это, ну, важно это или не важно, там, пятая, десятая стратегия. Ну, я немножко хочу развернуть фокус внимания. Ну, во-первых, мы всегда имели разные точки зрения. Мы не со вчерашнего дня, не месяц назад, не полгода назад начали иметь разные точки зрения по поводу происходящего. Мы так устроены, что мы всегда имеем разные точки зрения. То есть это не что-то, что возникло в текущий момент. Для меня это важно. То есть в этом смысле, поскольку это всегда существует, мы, скорее всего, не сможем их сейчас свести в одну точку зрения какую-то, да, думать все одинаково. Ну, я надеюсь, этого не будет. По крайней мере, мы можем высказываться одинаково по поводу чего-то, да, но думать, ну, пока такого нет, чтобы мы могли одинаково думать. Вот, это одна часть. Вторая часть, может быть, подготовки ответа в том, что то, что нас сейчас выводит из себя, ну, скажу такими, может быть, в агрессивных, в агрессивной лексике, то, что нас сейчас атакует, это не то, что находится, ну, помимо всего прочего, да, как я услышал вопрос Евгения, это не что-то, что находится снаружи, это что-то, что находится внутри. Ну, то есть, атакуют переживания, атакуют мысли, ну, или беспокоят, да. Атакуют это когда, ну, привет паническим атакам, грубо говоря, да, есть же такое слово. Ну, или атакуют тогда, когда я к этим чувствам не готова, например, а они вот вклиниваются в мою реальность, в мою действительность, и они вообще не соотносятся. Я, вроде, сижу там, мне хорошо, но мне при этом очень страшно, да, вот. Интересно сейчас сказали, я думаю, что чувства в этом смысле можно метафорически разделить на одомашненные чувства, ну, которые так существуют рядом, как кошки и собаки, мы к ним привыкли, и они как-то с нами привыкли. А есть еще дикие внутри там чувства и переживания, да, и они вдруг выходят из леса, и ты не знаешь. То есть, ты, вроде бы, может быть, и знаешь им название, и ты, может быть, знаешь, что это там страх, гнев или еще что-то, но это не та собака и не та кошка, к которой ты привык дома, потому что это уже... Да, и которая в поведении предсказуема. Да, потому что это уже волк или, там, я не знаю, рысь какая-нибудь, да. И здесь совсем другой момент по поводу диких чувств. Вот, но возвращаясь к вопросу Евгения, я думаю, что что можно было бы делать, и то, чего, по крайней мере, я не вижу, что это происходит, а мне кажется, что это очень важно. Может быть, я тороплюсь, и, может быть, коллеги мне об этом скажут. Не происходит работа горя. При всех наших разных точках зрения, поляризованных, мне кажется, мы объединены тем, что мы теряем. То есть, это что-то общее для нас. Причем про потери мы говорили, когда вот локдаун начинался два года назад, и... Угу. Мы, ну... То есть, люди теряли связи, люди теряли возможность видеться, теряли контроль, по сути, на своей жизни, потому что они не могли путешествовать, там, реализовывать какие-то свои планы. Они теряли ощущение безопасности, я просто хочу, может быть, продолжить, да, они теряли ощущение перспективы, да, мое будущее было для меня более-менее понятным, а сейчас оно запелено, или его вообще нет, или то будущее, которое я вижу, я его не хочу, я не хочу в это будущее вступать, да, ну, какое-то, которое я себе нарисовал. Ну, как, да, говорят-то, горизонт планирования одни сутки. Да, и мы... Это разговор не о том, что там ушли какие-то компании, или ушли какие-то возможности. Ну, для кого-то это разговор и об этом. Я только сегодня слышала, как девушка переживала, что ушла какая-то там в сеть закусочных, или кофейник какой-то, я уже не помню. Но вот прям для нее это было таким местом силы, куда она приходила, отдыхала от своей суеты жизнью. И я думаю, что когда вы сейчас об этом говорите, я прямо себе представил, что, наверное, есть часть людей, которая могла бы в этот момент посмеяться. Ха, какая закусочная или какая ерунда, речь идет там о другом, да. И вот этого сейчас, к сожалению, ну, к сожалению, может быть, не то слово, можно это тоже объяснить с психологических позиций. Это очень много, когда мы потери друг друга, даже если мы начинаем об этом говорить, мы их обесцениваем. Тебе нравился там условный Макдональдс, и ты теперь переживаешь, да ладно, ерунда какая, проживем, да. Но он же мне вот... Главное, чтобы была шаурма. Да, но он мне в ответ... Нет, это не только же касается еды. Я просто такой делок слышала, вот я озвучиваю. Это не только касается еды, да. А что ты там потерял? Ну и вот это вот взаимное обесценивание утраты, то есть ведь то, что я потерял, только я знаю, насколько это было для меня важно. Если вы подходите со своим мерилом к моей потере, да, ведь люди теряют людей, да, люди теряют близких, люди теряют родственников, люди теряют супругов, люди... Они не обязательно умирают. Это могут быть, да, вот такие разногласия. Даже если у нас... Люди теряют друзей, да. И в этом смысле два друга, которые друг другу наговорили каких-то вещей и решили, например, больше не встречаться, или два родственника, они вот имеют вот эту разницу. И Евгений спрашивает, а нужно ли там какую-то границу показывать, да? Нужно ли друг другу сообщать, кто на какой позиции? Ну вот это вопрос дискуссионный. Но вопрос, что оба потеряли, оба потеряли дружбу, оба потеряли связь, оба потеряли... Может быть, они и готовы к этим потерям. Я хочу эту мысль обо... Да, я готов потерять, ну, ради какой-то идеи, да. Я готов пойти на этой жертвы, но зато я, ну, там, вижу, что это должно быть во имя чего-то, да. Но ведь даже если я готов, это все равно потеря. Я, там, как психолог, как психотерапевт, человек, существующий в рабочем пространстве кабинета, понимаю, что если потеря не будет оплакана, если она не будет обсуждена, если она не будет пережита, если она, ну, не будет признана, что это потеря, да, она будет стоять где-то со стороны. Я могу только... Ну, в моем сознании, да. Я могу только делать вид, что все хорошо, и пройдет какое-то время, неважно, в каком я лагере, и мы хорошо заживем. Пока мы, ну, я скажу так, наверное, не похороним тех, кого должны похоронить. Я сейчас не только про людей, не столько про людей. Пока мы не прольем слезы, пока мы не испереживаем, пока мы что-то с этим не сделаем. И я думаю, что этот процесс нельзя откладывать на потом. Этот процесс... Ну, потому что у какой-то, у большой части психики нету потом, она живет вне времени. Это рациональности своей, можно сказать. Ну, вот мы потом все сделаем, да, вот сейчас мы какие-то вещи там размируемся, еще что-то. Конечно, есть же, ну, некий такой протокол работы с шоковым состоянием у людей, да, когда психологи выезжают там на место чрезвычайного какого-то происшествия и общаются с родственниками или с пострадавшими, пытаются их разговорить, чтобы они и проговорили, и у них началась вот действительно вот эта работа с горем, чтобы они с этими своими переживаниями, ну, условно, не заснули, не переспали ночь, потому что впоследствии лечения вот этих посттравматических каких-то вещей, оно затягивается, удлиняется в разы. Это вот я поддерживаю вашу идею, что откладывать не стоит. Сейчас очень много переживаний и много напряжения. И если говорить о специализированной помощи, вы привели пример специализированной помощи, она очень действительно и специализированная, и специфическая, то есть она внутри специализированной психологической помощи, она достаточно специфическая, то есть помощь в таких острых, крайних ситуациях, потому что там масса вопросов, нужно ли собеседовать людей, которые пострадали, насколько нужно, не травмируют ли их повторные воспоминания, потому что на этот счет есть разные точки зрения. То есть кто-то говорит, что важно проговорить для того, чтобы хотя бы картину воспоминаний заполнить, потому что память работает таким образом, эмоциональная, что она оказывается такими кусками, здесь помню, здесь не помню. И иногда для людей целебным оказывается объединять эти куски, а что было потом, а что было следующее, а что вы увидели. Но это отдельная история, сейчас часть людей безусловно нуждается в такого рода экстренной помощи, и я знаю, что не всегда хватает специалистов, но коллеги там откликаются, работают. Но возвращаясь к вопросу Евгения, я думаю, возможен ли разговор, возможна ли вот эта стратегия, разговор о потерях. Я, наверное, уже знаю часть возражений, что красить все в черный цвет, депрессовать, какие еще могут быть слова, ну и так далее, понятно, этого не надо. Ну то есть вот надо набраться храбрости и с улыбкой пройти сложные времена. Мне кажется, что это одно из самых больших заблуждений, что мы можем это делать только с улыбкой. Мы можем... И только рационально себя заставить улыбнуться, да, и сказать, а вот так надо, потому что мне так сказали по телевизору. Если бы так было, мы бы большую часть психологии, психотерапии бы просто отменили, и ее как помогающей профессии не было. Если бы мы могли себе... Потому что оставили бы один цирк. Да, да. Если бы мы могли внушить, что все вопросы решаются приятными, позитивными впечатлениями, то мы бы остались без работы. Я думаю, может быть и слава богу. Ну, занимались бы чем, кто чем другим. Да, кто-то книжки писал бы, кто-то бы, я не знаю, там, людей оперировал, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Есть еще дела в мире. Но так происходит, что вот, ну, вот это вот так не работает с психикой, по крайней мере. И вот это вот, как это вмонтировать в текущее пространство, как это вмонтировать в наше социальное пространство, это один вопрос, да, разговор о потерях. Возможен ли он? Как это монтируется в мини-пространство, то есть пространство отдельной семьи, например, да, дружеского разговора, семейного разговора, когда супруги говорят, когда они поляризованы, да, не важно, по какому вопросу. Или наоборот, важно, по какому вопросу, да, есть вопросы там более важные, менее важные. Ну, вот одна из, один из моментов вот этого обсуждения утраты, ну, потому что я думаю, что человек сохраняется там, где он признает свои утраты и потери, там, где он позволяет, ну, если можно так сказать, душе поработать. Вот не зря это сформировалось достаточно устойчивое словосочетание «работа горя». И эта работа не просто по поводу того, что, да, моего будущего теперь нет в том виде, в котором я видел, да, или мы, я признал и пошел дальше. Нет, для работы «горя» нужно время. И мы знаем, ну, по крайней мере, по опыту, мы, я имею в виду сейчас специалистов, мы видим этапы или мы видим некоторые вешки, когда мы можем сказать, что эта работа совершается. Но часть идеи по поводу работы «горя» связана, если помните, да, с принятием неизбежного. Ну, это сейчас расхожая вещь, но, может быть, я кому-то напомню, кто-то, может быть, заглянет, да, там есть специалисты несколько разных стадий выделяют, вот там есть стадии там гнева или там есть стадия отрицания, вот по моим ощущениям сейчас достаточно много отрицания и гнева и отрицания, да, вот, или там торга, что тоже, да, вот мы сейчас это сделаем, а у нас вот это будет, или мы вот это откажемся, откажемся вот этим и заполним и так далее, да, это торг чистой воды, да, я ничего не потерял, я отказался, но сразу я получу взамен, то есть из правой руки у меня убрали, зато... Алексей, следующее, нас ждет великая депрессия. Для того, чтобы великая она не была, я думаю, что ее нужно, ну, как нужно начинать помнить и помнить, что нас это может ждать и об этом тоже говорить. Я думаю, что мы, даже те люди, которые яростно рады по поводу ухода части компаний, возьмем Макдональдс, условно, как западный вопрос жизни, но, возможно, они ходили туда с детьми и их детям нравилось, возможно, какие-то воспоминания, я просто не видел фразы спасибо, Макдональдс, как бы это ни звучало сейчас странно, да, хорошо, мы отказываемся, но мы можем и так ведь отказаться, да, мы можем... Родители ведь тоже, да, мы можем дать, наверное, ну, такую рекомендацию или, по крайней мере, зародить эту мысль в голове у родителей, поговорить с детьми об этой утрате, потому что, вот, насколько я знаю, в моем окружении это носило чисто информационный характер, ребенку сказали, теперь вот так, он еще спрашивает, а вот еще другое там, да, ну, уж не буду называть, вот этот магазин с бургерами. Или чисто пренебрежительный. Остается, она говорит, нет, и они уходят. И вот ребенок пошел в свою комнату, и как-то он там... И чисто пренебрежительные игрушки вот эти, которые можно было купить, там, да, и он собирал у себя коллекцию какую-то. Вот действительно. Ну да, мы можем друг другу сказать, проживем без этого, и я уверен, что мы проживем без многих вещей. Да, Евгений об этом сказал, что, ну, мы проживем... Как наши дети, без объяснения, вот, даже не столько причин, а вот, ну, ситуации, наверное, чувств. Действительно, да, важно озвучивать чувства, которые с этим связаны. И, возможно, важно озвучивать чувства, потому что они их точно чувствуют, потому что они, точнее, они... Ну, мы сейчас за них немножко придумываем, но я думаю, что мы можем за них придумывать, потому что мы сами когда-то были детьми, и до сих пор в какой-то степени остаемся, да. Там, где мы чувствующие, мы дети, ну, по крайней мере, мне симпатична такая точка зрения. Там, где мы рациональные и, так сказать, посчитавшие все, мы вот взрослые. Ну, можно у Берна, по крайней мере, об этом почитать, у Эрика Берна. Вот. И они, возможно, что-то чувствуют, да, какое-то огорчение, но если мы об этом не говорим, то имени этому чувству нету, да. И вообще вот избегание вот этих разговоров, оно же вряд ли дает ребенку дополнительного доверия к миру, да, то есть у ребенка что, мир нестабилен, доверять ему нельзя, а как вообще в этом нестабильном мире тогда существовать в дальнейшем? Я думаю, что избегание этих разговоров лишает стабильности и взрослых, Елена. То есть, если мы избегаем разговора об утрате, ведь разговор об утрате это еще разговор о благодарности, я не зря об этом сказал, спасибо, да, как бы мы потом не относились к тому, что это было, это относится к браку, например, да, это относится, ну, браки распадаются, да, это относится к дружеским отношениям, относится к работе, да, я ушел с работы и я могу ее поблагодарить, найти ему, может быть, это тоже работа горя, да, могу сказать, да, ну, они там ерундой какой-то занимаются, Это даже определенная зрелость личности, да, найти, вот поблагодарить свою жизнь и людей, которые были рядом со мной, ну, за то, что они были плохие, хорошие, как-то они к чему-то меня подталкивали. Даже если они сейчас в другой лагерь попали или объявили себя в другом лагере. Вот, мне кажется, что вот это очень такой важный момент, и я по себе знаю, что я ищу ее тоже в этой ситуации, я думаю, что, может быть, с частью коллег я очень сильно размежевался по вопросам текущего, да, момента, настолько сильно, что я не знаю, как, может быть, я не буду общаться больше. Алексей, спасибо за сегодняшний разговор, спасибо, Евгений, за звонок, тему такую важную мы сегодня пообсуждали в прямом эфире. Всего вам доброго. Берегите себя. До свидания.